Живете ли вы на Мещере или далеко от стадиона, это совсем не важно. Возможно, именно ваша квартира понравится гостям нашего города. Итак, слушайте и запоминайте правила и ошибки жилищного вопроса. Ну, вообще-то это квартира моей троюродной тети, точнее ее подруги. Но она, в принципе, не против. Все не так просто. Сдать квартиру может только собственник жилья. Если недвижимость находится во владении сразу нескольких лиц, то потребуется их согласие. Да я выложила на каких-то непонятных сайтах объявления. Какие фотографии? Надо было фотографировать квартиру? Ой, ну сейчас скачают какие-нибудь фотки из интернета и все. Размещайте информацию о своих апартаментах только на проверенных и самых известных сайтах. Но чтобы не обманывать клиентов, обязательно приложите к посту настоящие фотографии своей квартиры. Ну что, проходите мои хоромы. Ну, есть маленькая проблемка. Нету микролайновки и холодильника, и воды тоже нету. Но ничего, жить можно! Нет-нет-нет, так дело не пойдет. Сдавая квартиру, вы предлагаете услугу, и очень важно, чтобы она была оказана качественно. Итак, требование к жилплощади, которую вы сдаете. Квартира должна быть чистой, оснащена бытовой техникой, постельным бельем и ванными принадлежностями. Очень важно, чтобы оборудование было в исправном состоянии. А также в квартире должна быть мебель, сантехника, газовые и электросети. Ну и, конечно же, водоснабжение. А где мебель? А где кот? Куда все пропало? Чтобы не произошло подобной ситуации, при встрече составьте договор и опись имущества. Так вы обезопасите себя от непредвиденных ситуаций. Ну, вообще-то я живу через дорогу от стадиона. Ну, там еще 10 остановок надо проехать. Ну, с вас 300 тысяч. Просто не перегибайте. Проанализируйте на сайтах, что предлагают другие, и поставьте адекватную цену. Девушка, а я за 10 тысяч сдаю. Пойдемте? Не забудьте зарегистрировать своих иностранных гостей и заплатить налоги за полученные доходы. Соблюдая эти простые правила, вы сможете безопасно заработать, ну и найти себе иностранных друзей. С вами была Надежда Рожнова. Ах да, и не забудьте выучить пару фраз на английском языке, иначе вас просто не поймут. Субтитры сделал DimaTorzok